здравствуйте на канале это он тв программа разбор полетов сегодня я веду я михаил горин со мной в студии литератор давид шехтер здравствуйте и журналист марк горин здравствуйте и так можно сказать свершилась полиция опубликовала свои рекомендации по делам которые называются 1000 и 2000 и напрямую касаются премьер-министра бенемина тиньягу по одному делу тысячу которые еще называют дело о подарках речь идет о взятках во всяком случае подозрениях на взятки которые сумма которых доходит до миллиона шекелей по другому делу так называемый 2000 речь идет о тоже возможно взятка во всяком случае непонятно как будет квалифицироваться разговоры между премьер-министром и издателем газеты идиот охрана вот об этом мы собственно поговорим но собственно не юридическое стороне дела я предлагаю это делать оставить юристом хотя если вы захотите и о перспективах пожалуйста у меня вопрос такой сразу после того как полиция опубликовала свои рекомендации которые были тут же опубликованы выступил премьер-министр с большим видеообращением говорил он очень эмоционально ты услышал я сейчас скажи пожалуйста какое впечатление на тебя произвело выступление премьер-министр я думаю что надо говорить на самом деле не об этом надо говорить не о впечатлениях не конкретных речах о том что с этого будет то есть какие возможные варианты раз я просто собирался об этом говорить во второй части но не мечты можешь говорить в первый пожалуйста как тебе удобно и на мой взгляд есть три возможных варианта первый на тайгу объявляет о разбуске к месту идет на досточные выборы второй просит я сразу походу говорю а на каком основании основании того что мы предъявили я сейчас я сейчас расскажу более подробно каждый из этих трех вариантов второй вариант развития событий юридический советник прибыль сном он бит решает закрыть его дела и третий вариант юридический советник решает передать суд теперь более более подробно то что ты сейчас назвал рекомендациями полиции на самом деле это вовсе не рекомендации это выводы полиции из того материала который она собрала в ходе следствия эти выводы не имеют никакой юридической силы и никого ни к чему не обязывает поэтому по статистике более 60 процентов случаев есть когда эти выводы полиции которые давид проси это все уже говорил беремен таньягу в своей речи секунду секунду я рассказываю тебе свое видение а вдруг кто-то не разве разве развитие ситуации поэтому и юридический советник когда начнет их посмотреть он будет их пересматривать снова на это у него уйдет достаточно много времени по оценкам по оценкам всех экспертов прокуратура сперва все это будет посмотреть около полугода то есть к самому юридическому советнику эти документы попадут только где-то к сентябрю и он будет этим заниматься тоже месяца три-четыре то есть где-то к ноябрю декабрю у него созреет своя точка зрения так вот мы уже знаем что юридический советник сказал как-то совсем недавно что если он отдаст это дело в суд и на таньягу выйдет из суда чистым оправданным то это будет означать разрушение всей юридической системы из израиля поскольку не будет подорвано доверие поэтому юридический советник будет очень тщательно все это же смотри чтобы не не ошибиться то есть к декабрю месяцу этого года у него будет некое решение если он решит все дела эти закрыть то тогда на таньягу спокойно достиживают до конца каденции и в ноябре 2019 года идет на выборы если же декабрю юридический советник решает что-то все-таки там есть и он отдаст тело в суд то тогда начинается новый этап который называется шиму то есть слушание что это такое это адвокаты на таньягу получает все эти папки их начинают изучать это взамен тоже месяца три и потом они приходят на слушание к юридическому советнику правительства и генералу и высказывают свою версию всего того что там стадируется и попытаются попытаются все эти обвинения отвернуть были такие случаи и неоднократно когда после шиму дела закрывались если дело будет закрытых если они успеют этот вариант первый я сейчас называл эти события с событий такой же как и в первом варианте если же они его не не сумеют отбить на то тогда юридический советник передает дело в суд по закону на ты не извините я перебью но это все это все ты описываешь процесс того как он может быть с разными вариантами это очень долгий там очень много ответвлений каждое ответвление можно обсуждать очень долго не интересует твое личное отношение к учишься назвать основные посланы и и тогда на тягу идет в суд и выборы через три месяца то есть вы в мае 2019 года третий вариант который может случиться прямо быть сейчас на тягу очень тщательно опросы его речь была предназначена именно для этого все его помощники и министр сейчас выступают с атаками на 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 полицию на выводы полиции и все это тщательно отслеживается есть на день на день на день увидит что народ его поддерживают что у него есть шансы выиграть выборы он пойдет на них и тогда выбор состоится через 90 дней где-то уже в мае хорошо давать на секунду этого только полторы две три недели поскольку 18 марта кнасят выходит на на посланную книгу он должен об этом объявить до этого то есть в течение двух-трех недель мы узнаем есть нас параметские выборы точно или нет если же нет тогда либо на днягу править нами и дальше либо в апреле 2019 года будут новые параметские выборы хорошо марк пожалуйста я задал в самом начале ты можешь проигнорировать и так же как сделала сделал давид или избрать любой другой поворот этой темы как тебе удобно вопрос как и какое впечатление на вас произвело выступление на таньяку ты можешь также нет нет два слова скажу впечатление одновременно и за это уместилось видим на применение дизит талатовича алгизит талатов тех подобных вещах одновременно и профессионализма и искренности то ли это актерское начало что так сыграл это это очень профессионально написано и вот и видимо очень быстро и очень низкие сказки такое мне осталось мне прослушал в переводе но тем не менее а теперь я тоже хочу сказать о другом есть крайне за которые очень люблю эти слова за которые кончается литература и прокуратура я не хочу перейти по крайне я никогда не симпатизировал герои сегодняшних так сказать событий как политика политику подчеркиваю как человеку почему не политику никогда не симпатизировал никогда не голосовал за леку и тем не менее при всем моем антипатии к этим политическим силам я не считаю что мы имеем дело ну с банальным там взятых и все воровство было бы тогда ну как-то не хочется вы что думаете народе который избирает человека который способен вот так хотя были всякие случаи и тем не менее я думаю о другу просто другу о том как это вообще могу случиться во первых это не первый случай полиция уже после каденции говорила о том что у нее есть рекомендации что отношение к данному господину оно должно закончиться в суде но тогда юридический советник другой чего это не нужно неправильно сегодня новый юридический советник посмотрим мне интересно как это вообще могло произойти не такое ощущение что это результат той обстановки морали вернее или аморальности еще лучше сказать который сложилось в стране просто оказалось что даст то что было не дозволено неприлично оказалось дозволенным это очень легко решить собираются две силы так сказать правая или там достаточно радикально не самая радикально правая достаточно радикально правая партия лекут во власти и ультрарелигиозные партии и извините ультрарелигиозные партии и ультрарелигиозные партии Власть хочет вести себя так, как она себя ведет, конкретно ее представителям. Пожалуйста, и ультрарелигиозная, так сказать, коалиция обеспечит необходимую поддержку. Встало все дозволено. Председатель коалиции под следствием, министр благосостояния под следствием, предупреждение, вынесенное в прошлой каденции по поводу того, что, ну, семьяни-то Ниегу ведет себя не очень правильно с общественной точки зрения. Все эти дела с резиденцией, с женой, я понимаю, за цезарем их подозрений. И тем не менее, нет, а когда все дозволено, то можно перейти играть, где кончаются подарки с шампанским сигарами, костюмами и так далее, и когда они становятся взятками, на которые начинают уже смотреть как на... Еще раз говорю, я не хочу предрекать результат, но полиция сказала, что она предлагает отдать премьер-министра под суд, действующего премьер-министра. Это вопрос морали. Наши, как бы, ну, представители во власти, представители религиозных партий уже договорились до того, что надо проработать молитву к службе в Цархале. Кто бы мог представить себе такое? Это было всегда. Это не договорились. Это позиция религиозных евреев всегда начинает столянуть. Она не предлагала, не требовала принятия в виде закона. Это стало возможным. Она была не локом перед обществом, общество так не считает. Понятно. Но как-то неудобно. Есть вещи, которые мы можем хотеть, но не говорить слух, потому что это неприлично. А сегодня все стало прилично. И поведение премьер-министра стало прилично. И вот, поскольку его никто не одергивает, некому одернуть, все можно. Себе все равно обеспечен власть. Все хорошо. Ну, понятно. Марк, прошу прощения, единственное, что я хочу заметить, справедливости ради, прошу прощения, я оговорился, что обвинять господина Натаньягу в чем-то, во-первых, еще рано, еще даже нет обвинительного заключения. Но дело даже не в этом. Вообще вешать на него всех коррупционных собак было бы странно, потому что у нас этим отличались и предыдущие все премьер-министры. Не все премьер-министры, но все и четыре. Господин Ольмирс, которого сменил Натаньягу, сидел. Правда, не как премьер-министры дела, которые были у него в период. Но ушел с поста мэра. Было дело против Ариэля Шарона, покойного. Было, чуть не появилось дело против Барака и так далее. Против Рабина? Да, против Рабина. Я не хочу сказать, что это как бы наша особенность, но тенденция какая-то вот же начинает просматриваться. Я честно... И, кстати, среди этих премьер-министров, которые я назвал, были, которые позиционировали себя как откровенно левые или центристы, а отнюдь не правые. Дело не только в премьерах. Мы видели... Так что я боюсь, что это дело не в политических взглядах. Я боюсь, что дело не в политических взглядах. Дело в обстановке, которую сложили в стране в результате тех или иных, в общем, тех тенденций, которые мы позволяем власти, а вас позволяет в себе. Ну вот по поводу обстановки, это последний мой заключительный вопрос. Опрос как раз по поводу того, что вот Давид заметил, отталкиваясь от твоих же слов, что Натаньягу сейчас посмотрит на результаты опросов, как люди реагируют на эту ситуацию. Вот по горячим следам были проведены опросы практически всеми ведущими СМИ, которые обратились к ведущим же социологическим институтам. Я не буду их себе перечислять, они очень подробные и долгие, просто несколько фраз. Итак, компания Рэшит, по ее заказу провела опрос компания Сарит. 49% респондентов верят полиции. Здесь же... Но при этом считают, что... А, 73% респондентов считают, что глава правительства должен оставаться на своем посту. Дальше опрос... 73% респондентов. Дальше опрос, проведенный Камилем Фуксом для службы новостей 10 канала. Полиции доверяют 53%. Это очень мало, на самом деле. Но это больше, чем половина. Но тем не менее... Я говорю, это больше, чем половина. Я не комментирую. Я не комментирую. Комментировать будете и вы, я не комментирую. Я просто вам предлагаю это прокомментировать. Дальше. В этом же опросе 50% половина считает, что Натинягу должен уйти в отставку. Сколько? 50% 42 против. Но при этом, согласно этому же опросу, Ликут, если бы выборы были сегодня, набрал бы 27 мандатов. На 3 больше, напомню, чем есть у него сейчас. Нет, у него сейчас 30. На 3 меньше. Нет, прошу прощения, на 3 больше, чем в ходе предыдущего опроса, который был до рекомендации. Дальше. Опрос Минецемах для компании Кешит. 48% респондентов настаивают на отставке премьера. И все равно, Ликут, согласно этому опросу, набирает больше всех мандатов. Вот скажите мне, пожалуйста, будет ли Натинягу учитывать результаты этих опросов в своем поведении дальнейшем, стратегии поведения? И вот этот феномен, который сейчас все пытаются разгадать. Опять-таки, больше половины, почти по всем опросам, доверяют полиции, считают, что Натинягу должны идти в отставку, но при этом Ликут набирает больше всех. Пожалуйста. Ну, смотри, во-первых, это первый опрос. Конечно. Они самые эмоциональные, самые горячие, но мы ориентируемся сейчас на них. Я бы не стал... Мы не можем ориентироваться на те, что будут через месяц, или на те, что были месяц назад. Натинягу будет ориентироваться не на этот опрос, а на те, которые придут через неделю или через две. Мы говорим сейчас об этих. Во-вторых, Натинягу будет смотреть на те цифры, которые его устраивают. А устраивает его, в первую очередь, это не эмоции, должны уйти, не должны уйти, а конкретно, что человек положит в избирательную урну. Если 27 мандатов, даже после всего этого, получает Ликут, это для Натинягу очень обнадеживающий результат. Более того, он еще более обнадеживающий, поскольку есть увеличение, как это ни странно, по идее, после обвинительного такого незамечения, а в жизни полиции должны были подать мандаты. Я напомню, что когда была вся эта история с Иссалейом Петену, с Нордомом Израиля, там резко упало количество мандатов. И здесь мы должны были ждать этого же. Нет. Почему? Знаешь, есть такое объяснение, я слышал сегодня неоднократно, что голосование в Израиле, оно традиционное. Человек, который голосует за какую-то партию, голосует за нее, что бы ни произошло с этой партией. Тогда прости прямой вопрос. Даже если вдруг, мы можем только предполагать, Натиньягу предъявят обвинительное заключение или признают виновным, все равно это не отразится, на твой взгляд, на результатах Ликуда? Конечно нет, поскольку тогда Натиньягу не сможет участвовать в выборах по закону, если его дело передано в суд, в выборах он не участвует. И тогда люди будут называть за другого Ликуда. А это совершенно иное, если бы были выборы личными, вот тогда была бы у Натиньягу большая проблема. Поскольку за его лично голосовали. Тут голосование за партию, за блок, это совершенно иное дело. Понятно. Марк, пожалуйста. Что касается вот этих появившихся дополнительных мандатов, я думаю, что это сыграло такое чувство, вот в определенной части электората наших бьют. Вот, не отдадим, это естественно. Я чувствую, тем более, как говорится, в том качестве сознания, которое вообще присутствует, как я понимаю, в нашем обществе. Это естественная реакция. Что касается вот такого вот отношения к Ликуду, что вам сказать, на мой взгляд, на мой взгляд, у нас искаженное, я прошу прощения, общественное осуждание и, соответственно, внимание к приоритетам. Искаженное, потому что оно искажено войной. Много лет народ живет в состоянии войны, и война является главной. Безопасность, безопасность, безопасность. По идее, в нормальной обстановке у людей должны быть другие приоритеты. Понизы, внимание, социальная ретейка, культура. Я очень надеюсь, что придет время, когда еврейский народ, юридуальный самый умный образованный народ в мире, пересмотрит свое отношение к приоритетам. Я не очень уверен, что мне придется жить в этом поле прекрасной, как сказал поэту, в другой стране. Не очень верю, но я очень надеюсь, что так будет, я люблю наш народ, я верю в его создание, и в то, что у нас в Министерской культуре будет не мир и рейхи, ну и так далее. Отсюда им приоритеты будут другие. Люди будут оценивать другие вещи, придавать значения другим вещам. Соответственно, голосовать будет незалеко. Во всем всего лишь. Коллеги, большое спасибо за этот обмен мнениями. Напомню, что со мной в студии были Давид Шехтер и Марк Горин. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова